Добрый день, уважаемый бизнес! Мы с вами начали работу по наведению параллельского архитектурного облика города еще в прошлом году. Поэтому сегодня вы посмотрите слайды, хотя я думаю, для вас это никакой Америки не составит. Все вы прекрасно понимаете и видите негативные и позитивные моменты, которые существуют у каждого из вас здесь присутствующих. Поэтому я скажу следующее. Мы продолжаем работу, которую начали в прошлом году, повторюсь. И все нестационарные объекты, которые попадают в зону благоустройства, в комплексное благоустройство улиц, будут либо приведены в соответствие дизайн-коду, либо будут демонтированы. Помимо павильонов мы будем продолжать проводить работу с теми торговыми объектами, которые расположены в жилых домах на первых этажах, все они будут в конечном итоге приведены в единый стиль. Реклама будет, соответственно, располагаться на фризах. С многими из вас много общались, все эти вещи обсуждали. По большому счету вам это все известно. Как альтернативу мы тоже эти вещи обсуждали. Те павильоны, которые будут демонтированы, мы будем предлагать альтернативные места. Сейчас здесь на слайдах будут они продемонстрированы. Я их могу перечислить. Это стоянка Жаводолея, которая на сегодняшний день как бы огорода на северной рапице. Мы так будем предлагать торговые ряды из павильонов. Мы будем предлагать торговые ряды из павильонов, где раньше на 9-м окраине строяла недостроенная школа, в районе 25-26 дома. Мы будем предлагать места на бывшей стоянке за ЦУМом, так называемой бывшей обувной пабликой. Мы будем предлагать места, но это еще под большим вопросом, на улице Стасовой, за почтенным домом, где мы планируем разбить парк, и может быть каким-то образом туда пишется ряд павильонов, которые бы могли обеспечивать людей напитками прослодительными. Это уже все зависит от вас, что вы сможете предложить, видимо, это хорошо на этом парке. Ну вот, в принципе, по большому счету, не все. Ну а здесь примеры, как по большому счету должны выглядеть торговые объекты, которые расположены в живых домах, и как должны выглядеть павильоны. Вот вкратце по большому счету. Ну все. Спасибо, Сергей Владимирович. Я здесь еще добавлю. Значит, здесь в любом случае надо подчеркнуть, администрация, для того, опыт у меня тоже в Красноярске есть в реализации сейчас, что мы будем помогать. Вот по фронту, да, допустим, да, там, подведение касается тепла, подключение работы с сетевыми компаниями, чтобы не было там дирогатрической проволочки, однозначно мы будем на отличном контроле держать, и я буду разговаривать и просить, где есть некоторые организации, чтобы было без проволочек это все сделано, да.